Здравствуйте! Вы смотрите программу «Линия жизни» Программу о здоровье людей и для людей Здоровый человек – это, несомненно, красивый человек И немалая роль в этом принадлежит улыбке Каждый год 9 февраля мы празднуем День стоматолога День людей, которые делают нас увереннее, улыбчивее, а значит, красивее Вся правда об имплантации зубов в программе «Линия жизни» Многие дети страдают анемией и нарушениями иммунитета Как с этим борются врачи детского центра онкогематологии и иммунологии? Продолжаем рассказ Безоперационный способ избавиться от опухоли главного мозга Как визит на магнитно-резонансную томографию может в этом помочь? Кто из нас не мечтает о красивой улыбке? Но, к сожалению, Матушка Природа не всем уготовила 32 роскошных подарка Да и мы порой непростительно-халатно относимся к своим зубам Идеальный способ реконструкции потерянных зубов – дентальная имплантация Смысл этого выражения мы понимаем по-разному А вот как думают врачи? Термодентальная имплантация под собой Это вживление искусственной опоры непосредственно в кость С последующей установкой на него металлокерамических или циркониевых конструкций В общем, ортопедических конструкций Надо сказать, что зубы – это один из наиболее интересных феноменов, созданных природой Например, зубы хищников отличаются от зубов травоядных Акулии зубы отличаются от зубов змеи Человек тоже обладает уникальными зубами Они требуются не только для того, чтобы пережевывать пищу Но и позволяют нам общаться, выражать эмоции Эстетически привлекать собеседника Поэтому их наличие и красота так важны для нас Если потерян один зуб, несколько или, к сожалению, полный зубной ряд Врачи могут рекомендовать тот или иной способ их восстановления Когда человек утрачивает зуб один И возникает вопрос о протезировании То есть имплантация является одним из методов протезирования А не является как бы отдельной такой стезой Поэтому человеку предлагаются альтернативные варианты Мы точим соседние зубы Иногда приходится их убивать, то есть нервы у них, то есть депульпировать Тогда, когда бывает большая пульпарная камера При обточке мы можем просто задеть ее Поэтому, чтобы предотвратить дальнейшее сражение, приходит депульпировать зуб То есть как бы мертвлять его Имплантация позволяет избежать подобных проблем Мы не трогаем соседние зубы абсолютно Они у нас остаются такими же живыми Мы просто создаем на месте утраченного Новые красивые керамические зубы Человеческий зуб состоит из корня и коронки Это видимая надвесной часть зуба Если потерян зуб, прежде всего надо восстановить корень Имплант зуба – это новый корень Он имеет форму винта Имплантат – это шуруп Потом идет сверху абатмана Это та часть, на которой одевается коронка Абатмана бывают у нас различные Бывает церквоневый абатман Эстетический абатман, индивидуальный абатман Коронка может быть разных материалов Она раньше была только металлокерамическая Сейчас как бы передовая технология Церквон, оксид алюминия, оксид церквония Белосмерная коронка Имплантация зубов сегодня наиболее перспективное направление Некоторое время назад восстановление зубов казалось фантастикой Поэтому, как все новое и почти волшебное, имплантация обросла мифами Развеять мифы и рассказать правду Мы попросили врача-хирурга-имплантолога Александра Кузнецова Миф первый Кто-то сказал, что имплант – это больно На самом деле поставить имплант не больнее, чем лечить кариес Современные обезболивающие позволяют вовсе не задумываться о неприятных ощущениях На сегодняшний момент обезболивание в основном применяется местным Да, стандартное обезболивание Нам не нужно, как говорится, мощно заморозить пациента Для того, чтобы потом в течение дня у него все это отходило Нет, нам достаточно бывает анестезию на 30-40 минут Второй миф, а точнее один из самых частых страхов – отторжение имплантов Это неправда Современные имплантанты изготовлены из биосовместимых материалов, которые организм воспринимает как родные Имплантаты на сегодняшний момент большая часть состоят из титана Это марка Т1 и Т4 Некоторые фирмы делают из циркония, но не откуда-то таким циркониям-белым Это металл цирконии И вот, как я уже сказал, сейчас еще пытаются такие белые цирконии сделать имплантаты Многолетний опыт врачей-имплантологов показывает, что такие новые зубы отлично приживаются И многим из нас служат уже 30-40 лет 98% положительных результатов – это очень высокий показатель для медицины В медицине такой высокий процент никто не дает Но если имплантат не прижился по каким-то причинам Будь то ошибка хирурга, неправильное, например, обследование пациента Или тамповение пациента Но для организма никакой проблемы это не составляет Надо сказать, что подобные страхи возникли не совсем на пустом месте В 70-е годы в СССР имплантация была даже запрещена В связи с неудачными попытками имплантации еще на рубеже 80-х годов наших Это применялись зубы из пластмассы и как таковое Они практически не приживались С того времени все было запрещено, хотя в мире все это бурно-бурно развивалось А ведь идея восстановления утраченных зубов давно волновала умы врачей 10 тысяч лет назад в Анатолии были найдены зубы Когда были произведены попытки реимплантировать зубы от других людей Несмотря на это, все попытки имплантации зубов до середины 20-го века терпели неудачу Имплантанты создавались из золота, дерева, сплавов, металла, но не приживались И только когда были созданы биоинертные, то есть совместимые с костной тканью материалы Имплантация зубов получила мощнейший толчок к развитию Самые такие лучшие результаты были достигнуты в 1963 году Когда Линков изобрел имплантат пластиночный, он до сих пор не применяется И в 1965 году Бронемарк сделал имплантат И вот эта система Бронемарка до сих пор применяется в настоящее время Возвращаясь к нашим заблуждениям об имплантации Хочу озвучить мнение одного своего коллеги Многие считают, что имплантация это длительная процедура А ведь на самом деле такая операция длится всего 10-20 минут Это абсолютно безболезненно То есть в среднем на установку одного имплантата уходит не более 10 минут На этапе зарождения и внедрения новые технологии достаточно дорогостоящие Поэтому многие думают, что имплантация процедура не из дешевых Заметьте, что качественное лечение зубов даже обычного кариеса требует финансовых затрат Что касается имплантации, все затраты сводятся к стоимости самого имплантата и операций по его выживлению Имплантаты сегодня производят более 50 солидных фирм Есть фирмы-производители, которые на рынке давно и которым можно доверять Которые внедряют какие-то передовые технологии в изготовлении имплантата Есть фирмы, которые только заходят на российский рынок Но предпочтение отдается каждой клинике своей То есть мы выбираем имплантаты Во-первых, по удобству постановки рас и по удобству протезирования А также здесь важную роль является новая политика Производители и врачи-имплантологи дают гарантию на свою продукцию и работу Кроме того, имплантат не болит, его не поражает кариес Так что в перспективе новые зубы окупятся Ведь они не потребуют больше никаких вложений Срок службы самих имплантатов бесконечный Потому что это металл, его куда ни бросим, он все равно будет лежать Ничего с ним не сделает, тем более титан Если, например, имплантат установить в челюсть и про него забыть Наши предки лет через 10 тысяч обнаружат, он там так и будет стоять У дентальной имплантации по долговечности и красоте нет конкурентов Сегодня существуют виды имплантации как таковой Это немедленная имплантация После удаления зуба мы сразу установим имплантат Здесь можно говорить о том, установить на него коронку сразу или нет Это еще зависит от первичной стабильности имплантата Есть отсроченная имплантация, такая, когда после удаления зуба Проходит определенный промежуток времени мы устанавливаем имплантат После имплантации можно сразу поставить зуб непосредственно на имплантат И можно сразу, например, дать нагрузку Есть немедленное протезирование, есть немедленная нагрузка на имплантат Все зависит от того, как первично мы укрепили этот имплантат На вживленный имплантант крепится коронка. Это уже ортопедическая конструкция считается. Она изготавливается индивидуально. В лаборатории изготавливается та конструкция, которая приемлема для пациента. Будь это одиночный зуб, будь это мастовидный протез, будь это полносъемное протезирование. Чтобы получить в результате красивые зубы, необходима слаженная работа как минимум трех специалистов. Врача-ортопеда, зубного техника и хирурга-имплантолога. Подбор имплантов и выбор ортопедической конструкции всегда проводятся с учетом ситуации и желаний пациента. На вид и по качеству созданные зубы не отличить от настоящих. Дентальные имплантации людям показывают, наверное, во всех случаях при утрате зубов. Стоматологическая клиника «Дента-Стиль» уютно расположилась в Дашковой песочне на улице Новоселов, в центре города на улице Пожалостино. Жители Конищева смогут теперь оценить высокое качество стоматологических услуг на улице Интернациональной, дом 18. В прошлых программах мы начали цикл передач, посвященных проблемам иммунитета, заболеваниям крови и онкозаболеваниям у детей и подростков. Сегодня мы продолжаем разговор о детском центре онкогематологии и иммунологии. Рязанский центр детской онкогематологии и иммунологии является федеральным центром. Он открыт был в 1994 году Министерством здравоохранения Российской Федерации. Уютное двухэтажное здание на улице строителей дом 5В стало вторым домом для тех детей, что вынуждены здесь лечиться от таких тяжелых заболеваний, как лейкоз, анемия, лимфома. Сын Татьяны Васильевны вот уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием крови, а помогает и поддерживает его в этом врачи центра. У моего сына тяжелые заболевания крови, лейкоз. Сначала мы лечились в конечного больнице в детском отделении, пролежали 10 месяцев и далее уже проходим лечение здесь. Каждую неделю они приходят в центр для наблюдения, можно сказать, присмотра лечащего врача. Медперсонал-центр для них уже родные люди. Девочки все к любому ребенку, к маленькому, находят все свой подход индивидуальный. Дети, если уже первый раз попали сюда в институт, боятся как бы, когда уже приходят по вторному институту, уже идут без боязни, с добром таким, потому что знают, что здесь людей не обидят. Все девочки доброжелательные, очень такие чувствительные, отзывчивые на боль. Внимательное отношение и профессионализм гарантированы вам и вашему ребенку. Если возникла такая необходимость, пройти здесь лечение, получить консультацию или просто сдать анализы. В настоящее время наш центр представлен несколькими отделами. Первое – это консультационный диагностический отдел. Здесь проходит амбулаторный прием детей с онкологическими, иммунологическими, гематологическими заболеваниями. Что такое анемия, знают, пожалуй, все. Это низкий уровень эритроцитов и гемоглобинов крови. Но вот то, что большинство наших детей и подростков страдают анемией, об этом мы вряд ли догадываемся. Между тем, это означает, что органы и ткани детского организма не получают достаточно кислорода. Это значит, что ребенок не сможет реализовать в полной мере свой физический и умственный потенциал, который заложен природой. А ведь это очень опасно, особенно в детском и подростковом возрасте. Нина Ивановна с рождения помогает сыну Максиму бороться с тяжелым заболеванием крови – анемии Даймонда Блэкфана. Это определилось сразу, но после рождения у нас обнаружилась тахикардия. Пришел педиатр наш участковый и направил нас на обследование. А там выявилось, что это у нас анемия такая. Мы постоянно на притнесолоне. Вначале были на большой дозе притнесолона. Так, были частые гемотромфузии, это переливание, практически несколько раз в год. Потом, после образования института, заболевание это у нас раньше еще было с рождения, после образования института мы стали наблюдаться здесь. Вот, и со временем, все-таки тоже долгое время прошло, у нас потихонечку так вот улучшалось самочувствие. Уже 8 лет, благодаря усилиям врачей центра, Максим обходится без постоянных переливаний. И доза таблеток значительно снижена. В этом лечении нам очень помогли доктора Ирина Александровна, наш доктор, и Елена Федоровна. И вообще весь коллектив института очень помог. Лечение очень дорогое. Поэтому огромное спасибо. Диагностика и лечение сложнейших заболеваний крови, восстановление и укрепление иммунитета – это только часть работы Центра детской онкогематологии. Это еще и научно-исследовательский институт, сотрудники которого ведут активные разработки новых методик лечения. Самой значимой для науки людей стало создание уникального препарата – эритропоэтина. Особенно важно, что удалось сделать нашему центру, это предложить особый препарат – рекомбинантный эритропоэтин для лечения анемий в многих ситуациях. В ряде случаев это замена переливанию крови. Переливание крови – это дорогостоящие мероприятия, которые могут сопровождаться побочными явлениями и вызывать осложнения. Поэтому во многих клиниках, центрах, в акушерской практике, в отделениях новорожденных препарат – эритропоэтин оказался просто незаменимым. Также незаменимой для лечения и восстановления онкобольных детей, малышей с гемофилией и другими заболеваниями крови стала работа клинического отделения Рязанского центра. Клиника состоит из двух частей. Одно клиническое отделение находится на базе областной детской больницы. Туда отправляются наиболее тяжелые дети с наиболее тяжелыми заболеваниями, которые требуют госпитализации на длительный промежуток времени. Все эти виды терапии нелегко переносятся взрослыми людьми. Что же говорить о детях? Их лечение обязательно должно проходить под наблюдением медиков. Поэтому в детской областной клинической больнице было создано гематологическое отделение. Наше отделение было организовано в 1996 году, то есть с влиянием гематологических коек соматического детского отделения и онкологических коек хирургического отделения. Оно рассчитано на 30 коек. В тесном сотрудничестве работают врачи клинического отделения областной больницы и детского центра. Работы хватает. На прием к рязанским гематологам приезжают дети не только из районов нашей области, но и соседних областей. Сейчас в основном у нас преобладают больные онкологического профиля, потому что у нас хорошее взаимоотношение с институтом гематологии. И такие профили больных, как больные с гемофилией, больные с анемиями, с тромоспиническими пурпурами. Они в основном проходят наблюдение и лечение в центре детской гематологии. Поэтому для нас это достаточно большая помощь. Мы разгружаемся и имеем возможность больше внимания и времени уделять больным онкологического профиля. Во всем мире растет число заболеваний крови. Так реагирует костный мозг на ухудшение экологической обстановки. Но есть и другие неблагоприятные факторы, созданные людьми. Нездоровое питание, стрессы, различные виды излучений. Все это влияет на рост онкологических заболеваний и нарушение иммунитета. Где-то примерно около 25-35 детей и подростков в год заболевает злокачественными опухолями. Это вроде бы казалось небольшая цифра в сравнении с данными у взрослого населения. Но это не просто 25-35 детей. Это те дети, которых мы потенциально можем вылечить. Многим тяжелым больным удается справиться с болезнью и забыть о ней. Но победить рак – проблема не из легких. Надежду на выздоровление хранят в душе абсолютно все родители больных детей. Верит в нее и Татьяна Васильевна. Мы по жизни боремся с болезнями и крылья не опускаем. По течению не плывем, стараемся выжить в этой непростой жизни, сложной ситуации. Никогда нос не вешаем. Когда успех близок, ребенок отправляется на долечивание в стационар детского центра онкогематологии и иммунологии. Особенностью нашего дневного стационара является этапность лечения, наблюдения и реабилитации детей с заболеваниями крови. В стационаре дети получают необходимые медикаменты, физиопроцедуры, проводятся сеансы массажа и лечебной физкультуры. Если в ходе лечения возникает необходимость, ребенка консультируют врачи и других специальностей. В процессе лечения у нас принимают участие врачи и консультанты, специалисты, такие как кардиолог, нейропатолог, хирург, гастроэнтеролог. Эти специалисты у нас участвуют в процессе лечения, так как на фоне серьезного заболевания имеются осложнения определенные и они нам помогают. Окончательное выздоровление – процесс длительный. После трудного и продолжительного лечения детям необходимо восстановление и отдых. В реабилитации детей большое значение имеет оздоровление в санаториях. У нас есть возможность оздоравливать детей в санатории «Русское поле». Это санаторий федерального значения. 8-12 детишек в год мы имеем возможность направлять. Это санаторий мать и дитя. Оздоравливается как мама, так и ребенок. И диагностика, и лечение в Центре детской онкогематологии и монологии отличаются высочайшим качеством и доступностью. Врачи работают на благо своих пациентов. Вы видите, пространственно мы разделены, врачи. Например, хирурги, онкологи, гематологи, морфологи, лучевики. Все в разных местах работают. Но мы должны работать как единый дружный коллектив. У нас должна быть преемственность. То есть ребенок переходит из одного отделения в другое. Проходит химиотерапию, лучевую терапию, возвращается снова в химиотерапию. Приходит к нам в дневной стационар. Этот ребенок должен идти по определенной программе. И все врачи должны выполнять эту программу. Должно быть полное единство. В Рязанском детском онкогематологическом центре могут рассказать немало историй со счастливым концом. О том, как отступает болезнь и начинается полноценная жизнь. Как удается поверить в надежду, которую дарят рязанские гематологи. В борьбе с таким тяжелым заболеванием, как опухоль головного мозга, наука достигла определенных успехов. В нашем следующем сюжете мы расскажем о том, как визит на магнитно-резонансную томографию может помочь избавиться от этого страшного диагноза. Современный, безопасный и эффективный метод диагностики. Так называют магнитно-резонансную томографию. Действительно, отчетливые снимки внутренних органов позволяют ставить правильные точные диагнозы. А это, как говорят врачи, половина успеха. Такой метод с успехом применяется в диагностике большинства заболеваний тканей, сосудов и внутренних органов. К нам приходят пациенты с различными проблемами. В основном это заболевания головного мозга и позвоночника. Метод наш позволяет с точностью ставить диагноз заболеваний головного мозга, таких как опухоли, инсульты, другие сосудистые поражения, пороки развития, воспалительные процессы и многие другие заболевания, которые вообще имеют какую-то анатомическую основу. Помимо стандартных исследований головного мозга и позвоночника, в нашем центре есть возможность исследования органов брюшной полости, забрюшинного пространства, малого таза и суставов. Феодосия Ильинична живет в Старожилово. Всю жизнь проработала в детском саду. Но вот в последнее время с любимой работой пришлось уйти. Я сейчас на пенсии. 61 год у меня вот в январе было. Заболела я. Заболела. Ходил вчера в больницу. Геннадий Борисович мне посоветовал на томографию. Вот там определили этот диагноз правильный. Врачи здесь очень хорошие. Принцип действия магнитного томографа основан на ядерно-магнитном резонансе. Проще говоря, пациента помещают в магнитное поле, которое создает аппарат. Под действием этого поля все молекулы в организме разворачиваются в его направлении. Далее информация, полученная на томографе, поступает в компьютер, оператору, где обрабатывается и поступает на консультацию к врачу. У пациентки Феодосия Ильинична при исследовании в томографе не выявлено никаких серьезных отклонений от нормы, что будет важно для лечащего врача в плане постановки диагноза, назначения лечения. С греческого языка томография переводится как изображение слоев. Нам наиболее известны два ее вида – компьютерная и магнитно-резонансная. Отличаются они принципиально, то есть принципами своих действий. Там рентгеновские лучи, здесь магнитное поле. Основным отличием является источник излучения. То есть при рентгеновской компьютерной томографии используется электронно-лучевая трубка. При магнитно-резонансной томографии на фоне магнитного поля тело пациента само является источником радиочастотного излучения. В отличие от компьютерного томографа, магнитный позволяет получать изображение в разных плоскостях. При компьютерной томографии сканирование происходит в поперечной плоскости, то есть дальнейшее изображение, все реконструируется, и истинным является только одна проекция. При проведении магнитно-резонансной томографии проекции можно выбирать для того, чтобы наилучшим образом увидеть орган, патологический процесс в нем, для того, чтобы это было наглядно для врачей, для того, чтобы это было понятно для диагностики. Магнитные томографы могут отличаться друг от друга. Центр оборудован современным высокопольным аппаратом фирмы «Сименс», позволяющим получать изображение высокого качества за минимальное время. У нас установлено современное программное обеспечение, которое позволяет при использовании той же техники достичь более быстрого результата. То есть исследование, если раньше среднее исследование головного мозга занимало около 20 минут, сейчас это не более 10 минут. То есть для пациента это гораздо удобнее и приятнее, для врачей больше нагрузка. Метод магнитной томографии эффективен для изучения динамических процессов в органах и тканях. Часто используется для диагностики опухолевых образований. Во всем мире уже давно используется такая современная методика, как гамма-нож. Эта методика позволяет лечить опухоли головного мозга и некоторые другие заболевания, например, сосудистые и функциональные, без оперативного доступа. Здесь пациентов консультируют и при необходимости отправляют результаты его обследования в Санкт-Петербург, в лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем. Рязанский центр является его филиалом. При ЛДЦ НИПС в Санкт-Петербурге открыт центр радиохирургии. Там стоит современный аппарат гамма-ножа, который позволяет лечить опухоли головного мозга размером до 3 см. Технология гамма-нож, или как ее называют бескровная радиационная хирургия, позволяет лечить опухоли, включая метастазы, без хирургического вмешательства и длительного многодневного облучения. Пациент может вернуться к современным занятиям на следующий день, занимает все один календарный день, все лечение. В отличие от открытых оперативных вмешательств, не имеет серьезных осложнений. Как, впрочем, и процедура исследования магнитно-резонансной томографии. Она абсолютно безболезненная и практически не имеет противопоказаний. При отсутствии металлических предметов у пациента, при наличии кардиостимуляторов и металлических имплантантов, при отсутствии беременности в первом триместре, при соблюдении всех этих условий, метод является безопасным и эффективным. После завершения томографии вы получите на руки исследование в полном объеме, все серии снимков и письменное заключение врача по результатам. Мы очень надеемся, что нас здесь помнят. Центр магнитно-резонансной томографии находится на улице Стройково, на территории кардиодиспансера. Помните, что ранняя диагностика заболеваний определяет успех выздоровления. Поэтому обращайте внимание на свое самочувствие и обследуйтесь вовремя. Берегите себя и будьте здоровы. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин